Приветствую вас на канале Стройгарант Анапа. Меня зовут Денис. Сегодня мы находимся в коттеджном поселке Морской на улице Солнечной, 14. Сегодня у нас на обзоре дом 130 квадратных метров. Приглашаю вас в дом. Итак, друзья, мы находимся во дворе двухэтажного дома. Подойдя поближе непосредственно к дому, мы можем увидеть, что используются качественные материалы. Отделка фасада – кирпич. Материал стен – газоблок. Также прошу обратить внимание, что установлены металлопластиковые окна. И также есть в наличии козырек, который защитит вас от ветра и от любой непогоды. Итак, друзья, настает самый, наверное, интересный момент. Приглашаю вас пройти в дом вместе со мной и ознакомиться с его планировками. Итак, мы с вами попадаем. Первая комната, в которую мы попадаем – это прихожая. Здесь она 6 квадратных метров. И хочу обратить внимание, что здесь установлен щит с автоматами. То есть они находятся в прямом доступе. Легко найти и без проблем отключить любое помещение, если в этом есть необходимость. Также хочу обратить внимание, что данный пол в прихожей имеет подогрев, что очень важно и очень удобно, особенно зимой. Но самое время пройти далее в дом. Итак, первая комната, в которую мы попадаем, проходя прихожую – это спальня. Она 15 квадратных метров. Достаточно большая, достаточно светлая. Но светлая она почему? Потому что здесь установлены эркерные окна. Эркерные окна установлены. И они дают очень большой приток света. При том, что хочу обратить внимание, что сегодня достаточно пасмурно, но при этом в комнате достаточно светло и уютно. Также обращаю ваше внимание, что установлены розетки внизу для теле- и видеоаппаратуры. Также выделен отдельно канал под телевидение, что очень удобно, достаточно скрытно и будет классно выглядеть ваше оборудование. Здесь также предусмотрены розетки и по другой стороне. И, помимо всего прочего, заблаговременно установлена розетка для спецсистемы, если вы планируете ее вдруг установить. Также хочу обратить внимание на то, что в каждом помещении высота потолков 3 метра. То есть помещение действительно очень светлое и очень просторное. Следующая комната это санузел. Он тоже находится с левой стороны от прихожей. Здесь я вам хочу сказать, что сразу что бросается в глаза, это уложена плитка на стенах и пол. Также плитка. Плюс еще и подогрев пола. Помещение здесь практически 6 квадратных метров. Как видите, достаточно просторно. И здесь также уже установлены розетки, которые позволяют использовать различные бытовые приборы. Все, что по большому счету остается здесь делать, это поставить сантехнику. И данная комната будет готова к использованию. Также одним из самых важных и хороших элементов это окно. Причем она имеет такую рифленую поверхность, как вы можете обратить внимание. То есть она дает приточный свет, но при этом скрывает вас от взгляда соседей. Из прихожей мы попадаем с вами в кухню-гостиную. Очень большую по квадратуре. Это 37,9 квадратных метров. Также здесь есть плитка. Она отделена отдельно. Ее можно увидеть. Она, естественно, с подогревом. Это зона подогреваемая. Также установлены все коммуникации. Здесь, к слову, будет газовое отопление. И это является одним из таких сильных плюсов. Также само помещение позволяет построить здесь большой стол, какие-то диваны и принимать очень много гостей, которые, конечно же, к вам приедут на новоселье. Добро пожаловать на террасу. Как мы видим, здесь она достаточно большая. Это практически 23 квадратных метра. Здесь установлен стеклопакет. Есть несколько выходов, также предусмотренные они. Очень удобно здесь расположить какой-нибудь тоже диван или какую-нибудь дополнительную мебель, которую бы вы хотели бы видеть в этом интерьере. И наблюдать за тем, как растут прекрасные деревья или, возможно, какой-нибудь сад. Ну что ж, настало самое время подняться на второй этаж, где расположены три спальни, один санузел. И сделаем мы это по этой замечательной лестнице. Пойдемте. Итак, поднявшись по лестнице, мы с вами находимся в коридоре, в которой идет вход в спальню. Первую, вторую, третью. Как я говорил, их три. Также здесь есть санузел. Но обо всем по порядку. Итак, первая комната, которую я хочу рассказать на втором этаже, это спальня. Она 13 квадратных метров. К слову, она самая маленькая из всех спален, которые здесь есть. Здесь уложен ламинат, наклеены обои. Также есть натяжной потолок. Приточная вентиляция. Помимо всего прочего, как и в других комнатах, установлены розетки. Они находятся по периметру всей комнаты. Также есть специальные для теле-видеоаппаратуры с выведенным каналом, специальным под телевидением. Здесь есть окно. И достаточно она хорошо освещает всю комнату. Как видите, даже несмотря на то, что я говорил ранее, достаточно пасмурно, в комнате уютно и светло. Спальня номер два на втором этаже. Она и средняя по квадратуре. 15 квадратных метров. В целом, мало чем отличается от предыдущей, которую мы с вами смотрели. Здесь также используется ламинат на полу. Обои. Достаточно приятной такой расцветки. Естественно, натяжной потолок. И установленное, естественно, окно. Чтобы вы не замерзали, конечно же, используется радиатор отопления. Он достаточно большой, поэтому с любой непогодой, безусловно, справится. Итак, мы находимся с вами в самой большой спальне в этом прекрасном доме. Данная спальня, она 17 квадратных метров. Хочу сказать, что здесь использованы те же самые материалы, что и в предыдущих комнатах. И в целом, те же расположения розеток и радиаторов отопления аналогично другим комнатам. Санузел на втором этаже отделан плиткой. Тут также сделана вся электро- и сантехническая разводка. А на этом наш обзор завершен. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях и по телефону бесплатной горячей линии. До новых встреч!